утро доброе с набережных щелнов сегодня у нас вторник 14 сентября время пол седьмого за бортом плюс 16 я проснулся в 5 за бортом было те же плюс 16 сегодня мы я думаю обязательно по моим нашу кормилицу потому что она внешний вид конечно понимаю рабочие все но как-то не солидно некрасиво неожиданно скажу я вам как-то все ночи были холодные утром посыпаешься грудь то ноль по плюс там 25 а сегодня 16 градусов а вот еще да 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 обязательно заехать где-то заклеить тент или мы на базе может сами заклеим по возвращению в москву посмотрим пойдем купаться если тут есть душ должен быть все на кнопочках об с доводчиком будьте здоровы ну что мы тут видим как бы вроде бы как бы у нас нет отдельного кабинета сюда пойдем сюда туда свет выключим тут что тоже надо чего свет не экономить ну пошли смотреть как водичка пожалуйста кто-то забыл шкафчики тут все взяла ну ну Продолжение следует... Поедем? Что нам кажется? 1118 до выгрузки. Восемнадцать градусов тепла. Вот это погода. Вот это сентябрь. Вот это я понимаю. Без 15,8. Как думать, зачем нам их? Вот это нормально, должны пройти. На следующем повороте поверните направо. Там широкая вся по Челлам дорога. На следующем повороте налево. А ты куда хочешь ехать? Нам не на восток. Женщина. Ну, так. Душ достойный. Душ достойный. Кафе не ходил. Я когда один предпочитаю, завтракать в кабине. Чай поставил, бутерброд и сделал. Красная рыбка. Колбаска. Колбаска. Сырочки. То есть. Ха-ха-ха. Нормально. Не очень-то мне, как бы, в кафе хочется ходить по утрам. Тогда как? Ну, в основном в кабине. Пока тут. Компьютерные дела. Крутишь, мутишь туда-сюда. Крутишь, мутишь туда-сюда. Ну, и завтрак. Ну, и сегодня у нас две таких задачи. Первая сейчас. Другая остановится. Залить заплю. Все канистры. Получается. Если у меня их тринадцать. две осталось 11 канистр сейчас есть пять процентов показать на тут еще одна канистра еще войдет бачок и 11 залить в болельник это 220-240 литров 240 литров отблю забрать ну и потом делить по дороге скинуть мойку 2 рекламы до линии 7 рублей километра 7 10 20 рублей километр только работает заработать никому кадровый шоферский голос сейчас голод сейчас испытывают все я читал статью что если такая ситуация вот допустим германии там что ли там везде на западе чего там где-то в исландии в этой в шотландии кучу всяких каких-то овощей или фруктов просто выбросили сгноили потому что их просто некому было вывозить с болей в хранилище водителей нету в европе тоже если такая тенденция не прекратится вот как сейчас что-то не изменится но через пять лет возможно начнется испытывать там статью цитирую начнется недостаток продуктов магазин и этому возить здесь на постсоветском пространстве тоже любую контору я не знаю где сейчас найти куда люди требуется сложно найти такую фирма где люди не нужны налево найти какую-то компанию про трак крупный транспортный я вообще молчу да и не крупную которые не испытывают кадровый голод люди наезжаете на нашу профессию вот такие сикие вам скоро кушать будет нечего в магазинах кто вам это кушать будет привозить молодежь не хочет идти зачем это будем прямым текстом говорить собачья жизнь жизнь в будке есть миски до ветру под колесо пускай даже здесь и платят относительно других мест не все готовы месяцами находиться в этом сам пространстве наедине с самим собой но еще с диспетчером сейчас хоть проще стало сейчас хочу там на кнопочку нажал и все вот и семью увидел поговорил с ними может быть еще лет через двадцать на кнопочку нажал раз туда к ним телепортировался там ночью женой переночевал на кнопочку нажал телепортировался может и такое будет двадцать лет назад что ты будешь с любой точки мира ты сможешь разговаривать со своими не только 7 вообще с кем-нибудь по видео связи видят человека который находится десятки там за несколько тысяч километров за десятки тысяч километров то есть это считалось фантастики сейчас реальность нет поэтому неизвестно что будет дальше но сам факт что поэтому и беру час сейчас ездят все все кому не летят берут берут всех я людей тоже многих людей конечно же понимаю когда нет работы люди идут да так что-то сработать семье помочь нам детям помочь нам люди в возрасте ведь это все равно это не вечно такая ситуация через 100 метров продолжайте движение 3 затем используйте здоровый голод испытывают все все где где второй съезд ну а то вот статью я читал не помню какое-то интернет-издание что в такой тенденции в Европе начнется не только кадровый голос начнется продовольственный голос но имелось ввиду Германия не никому будут доставлять продукты должны нашего брата на руках носить не ну кое-где нас ценят но некоторые еще этого не понимают когда весь парк станет парк половина парка потому что мы уже это проходили на собственном опыте вот так вот да идите куда хотите за забором толпа на ваше место стоит откройте любую соцсеть приходите к нам на работу мы вас озолотимся готовьтесь через 800 метров уехать на дорогу на клавы движения за плавным бла-бла-бла мы с вами прирулили в славный город набережные Челны хорошую погоду красота солнышко разве это кольцо здесь было да было наверное давно не езд а затем съедте используйте съезд м7 едте на дорогу вступает движение ну ладно едте на дорогу мы можем пальцы грузить а затем съедте используйте второй съезд используйте второй съезд не я может быть что то как то не так сказал но то что кадровый голод в плане водителей испытывается но это факт как сказал мой хороший знакомый участник сейчас не фирма выбирает водителя а водитель выбирает фирму хочу идти хочу не идти не идете на мою устой до свидания я пойду следую берут везде о сколько здесь на продажу стоят уже это чё белка тут а камаз вот красиво набережные челны шикарно смотрится ё-моё да в центр тут наверное все промышленный такой узел а вот то достанет набережные челны один камаз чего стоит гигант такой я думаю мы челны пройдем сначала она на тебе ездит ты на ней ездишь потом она на тебе не хватило до заправки дядьки бывает и такое рацию включать не буду потому что здесь пока мы челны проедем у нас голова болеть будет 8 утра самый движ начинается рабочий день и мы свой начинаем посмотрим есть желание сегодня по максимуму поближе к москве подтянуться и завтра 15 в среду разгрузиться потому что потом кое-какие планы здесь все-таки решение глобальных вопросов с автономка и так далее нужно закрывать сейчас в москве ну и чтоб потом еще успеть до выходных загрузиться и убежать из москвы через 100 метров продолжайте движение прямо так далее и и и и Продолжение следует... 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 все вот таких вот весовых нет уж раньше вы же вообще ужас какой-то был что хотели тут варить у всех по весам проходишь в татарстане нет как так-то может по этому поводу все и поснимали потому что жало было много или что это чего штрафстоянка может быть сейчас костян говорю что перед самой заправкой есть закрыли короче чтоб на заправку попасть надо нам через всю стоянку ехать казани отсюда 225 это неправильный с камы слева у нас там оттечет нижней карте сходить туда тоже там и лабуга там стоянка надо получается сейчас заезжать что там уже можешь не въехать вот диагностика клеят да там больше въезда нигде нет здесь надо заезжать через всю стоянку не знаю почему не нравится мне здесь и все ты кол на голове чеши машин да тут стоит масса кстати запчасти но здесь я тоже не пойду на запчасти на прицепку пить и воздух душа подсоединяется шипит у нас держит воздух москву приеду на базе поменяем а нет он выезжает человек на данного на въезда то нету он выехал то есть надо было через всю стоянку но не через совсем всю может быть костян что ты меня сбил здесь вот можно было спокойно заехать а вот тут и был этот въезд и выезд короче костяну а подземь значимый счет на верните на верните на верните направо может быть тут тоже был заезд вот перед самой заправкой я вот отсюда заезжал сюда и вот это что было за суток былозрительный к нашей колонке однолю нет никого воды нет ну и замечательно сейчас зальемся Вот как то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая погода шепчет... Продолжение следует... И в таком неприглядном виде рабочим ехать... Продолжение следует... Оно-то видно, машина работала... Но помыть надо... Не солидно... Такой солидный автомобиль и такой грязный... Чтоб шел бы дождь... А сейчас... На небе не облачко... Будем мойку искать... Поехали... Посмотрите, что за динозавр тут у нас на обгон собрался... А нет... Не собрался... Такой какой-то... Интересный автомобиль... Понятно, что... Америка... Ну что за Америка такая... А может и не Америка даже... С бочкой... Может заберется обгонять... Рассмотрим его поближе... О, не выдержал... Пошел на обгон... Эй, машина-зверь-сучий... Молодец сидит такой прикольный... С наушниками... Такой новомодный весь... Да... 3.0... Легко воспламеняющейся жидкости... Я иду 84... Расстреляли бы... За такую скорость... В Европе они все 80 по автобанам ездят... Вот уже там народ плюется... Там где обгоны запрещены... И все... Станут... Такие коллеги собирают за собой... Ой... Ну а что, нельзя им больше и все... Там запрещено... Техника... Которая безопасности... Сколько яблочек продают... О... Кстати о яблочках... Посмотрел... Яблочек захотелось... Сейчас мы там... Где-то там в загашнике валяется... Штук с пяток... Короче... Мойку ищут... Задачу поставил... Блестящий... А то ну... Совсем... Никскут... А вятка какая обмелевшая... Смотрите... Совсем маловатый на вятке... Я не узнаю вас в гриме... Кто вы говорит? Сергей Гондарчук... Юрий Никуль... А... Иногентий Смоктоновский... Кеша... Так же тут... Это вятка? Я не узнаю вас... А что такое? Это... Чудо американского автопрома... Что в гору не хочет ехать? Он еще и груженый... Если он в гору не хочет ехать... Если он несет с такой скоростью... Не хочет... В горку не хочет... Не вижу... Спасибо... Хорошего... Съездьте... Помогайте... Ты будешь заедть... Помогаешь... Раз... Ну... Катайте... Надъездуйте... 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 Здоровья... Делитесь... Тебе... Анзелауе тоже... Ох... Новенькие мерседесики... Упирается... 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 Молодец... Посмотрите... Даже... Извини, братан... Я не виноват, что тут бочка... Я б тебя пустил бы... Я б тебя пустил бы... Ну... Перед Казани уже... Перед Казанской объездной... За этим коллеги не будет... Помоемся... Если будет... Естественно стоять не будет... как оно говорится я же по месту всегда здесь вожу тут же недалеко мне вот интересно они вместе с кабиной уедут эти блоки если он резко тормознет или кабину к земле размажут вместе с водителем понятно все везти недалеко все ну блин это же твоя же собственная безопасность ну ким ты хотя бы штук шесть на них хоть что-то хотя если они захотят поехать и шесть времени не помогут ну так не о себе не думают не о людях не как говорится здесь рядышком всю жизнь так важен блин глюкнул у меня камера не вовремя он фура идет впереди а за ней он опять этот же уазик с этой синей хренью целлофаном умотаны сзади пятый день брат с тобой это почти породнились пятый день вместе едем прикиньте охренеть я сегодня часов 11 же наверно стоял паузу делал то есть обычно там девятки стою тут что-то 11 думаю надо позволить себе подольше расслабиться и все равно вот только вот сейчас меня обходят вот вам доказательство на легковой на грузовике а едем вместе интересно я не ожидал такого я только у меня первый раз обогнал номера то московские думаю я уже ждет челябинск буду подъезжать он уже будет в москве пиво пить сидеть нифига вот мы так это тарахтим поверьте на словно что это было просто чет за камеру схватился она она бывает ли что-то подглючивает покажутся манипуляции с ней прогул он успел уехать вперед я и не ожидал его здесь увидеть нужду вчера ты увидел последний раз и сегодня опять заобиделся дедушка он дает под хвост это он с мамады штук столько времени меня догонял можно как бизнес на казанской приехали практически вот такой весь такой распальцованы вот такой под себе игры наушники в ушах чудо агрегат чудо чудо техники что-то я смотрю небо затягивает может не стоит мыть заехать как вы думаете я не шучу шучу поедем сами регулярно купаемся кормлю тоже надо регулярно купать я считаю что после каждого дальнего рейса надо обязательно быть возвращение домой даже если с учетом того что мы не едем в европу просто иногда посмотришь как вот но некоторые машины ездить не то что зимой не моют там уже апрель-май какой-нибудь машина такой еще и шоуна с осени вообще ни разу не мыть что все америка умер о май а франк как так то Что такое? Умер Америка, умер. Умер Америка, умер. Кто-то мне нервничает, это мне показалось. Вот уже, в общем-то, можно сказать, почти Казань. Совсем недалеко осталось. Ирбис. Когда-то здесь тоже огню заливали. Недалече осталось. Ни хрена себе, я такого еще не видел. Даже вот специально 90 влупил. Вот сейчас вот этого товарища догнать, коллегу своего. Если получится. Хочу вам показать. Он так втапливает-то тоже хорошо. Кстати, практически 90 идет. Сейчас мы его догоним. Я всякое видел. Блин, ни хера не догоняется. Просто у меня быстрее 90 не идет, к сожалению. А он топит тоже. Не меньше. Сейчас его придержат здесь по-любому. Ремонт, 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 ремонт. Я вот видел, смотрите. Сергей Казанков или Казанков. Депутат что-то как это. Как ее? В общем, 19 сегодня у нас какого? Сегодня у нас 14. Ну вот, в воскресенье, которое будет вторник. В воскресенье выборы. Я всякие билборды видел. Там и такие, и летающие. Чтобы на полуприцеп лепили. Это такое я видел в первый раз. Мордовские? Нет, это Марийские. Мариэльские. Номера? Нет, подождите. Да, 12-й Мариэль Элота. Это Мордовия у нас 13-й. Он меня когда обогнал, я сразу не понял. Неужели, да? У него? Хорошо. А выборы закончатся, и что потом? Ну вот это я, конечно, вот это оригинально. Понятно, что смотреть вы уже это будете все после выборов. Но сам факт, вот, пожалуйста, сегодня 14-е число. Фура. Полуприцеп. И на нем реклама. Сейчас вот ремонт закончится. Чтобы можно было получше досмотреть. Ну а дождики, что дождик? Начинается дождик, ну что делать? Не, машинку все равно заедем, вымой. В любом случае, так она не выможется. Завтра нам по Подмосковью кататься грязными, но не солим. Я считаю. А где этот ремонт закончится? Не, ну я так больше за ним гнаться не буду. Нифига он лупит. Ну вон, сварится, едится, видно же. Я думаю, вам видно. Ладно, сейчас еще нарушу. Все, у меня уже быстрее не идет. А то и видно, ограничителя нет. Давайте спросим. Ответит, не ответит. 1932, Мария Эл, в канале, призыв. На 3-2, прошу. Да, да. Говорят. Скажи, а когда выборы пройдут? Так с этим и будешь ездить или снимать на фон? Разумеется, что-то непонятно. Говорят, 1932, это ты отвечаешь. Молчит. Да ты с кем-то другим разговариваешь. Мне просто интересно, да, вот выбор закончится. Ну, он с этим и будет ездить, и так и останется. Ладно, все, не буду я больше с вами мунаться. Тупик он не по-детски. Ну, интересно, я вот такое видел первый раз. Не, это я чуть неправильно посмотрел. Не перед Казанской объездной, а Казанской объездной. Потому что вот мы на нее заходим сейчас. Тоже тут когда-то весы были. Колейки они тут все любили собрать. И все, и вот начинается объездная. Нижняя 425, там, туда-сюда. А мне 5 километров. И там где-то с правой стороны у нас будет мойка. Поедем посмотрим. Еще там замыка, из чего ее едят. Вот тут вообще закатали. Смотрите, 8 полос в одну сторону решили сделать. А вот и... Как красиво, как все. Вот. По-фальшуйски. Все такие дороги были. Правда. Только топи. Трик у вас, и не знаю, что надо 30, заканчиваться. Унял, сваливаем. Ну и... Ага, вот в правой стороне какой-то комплекс. Я думал, на высоком гору надо подъехать. Вот здесь. Через 600 метров. Поверните на правую. Что здесь? Какой-то ну, раньше выход не было. Кафе, душ, сауна, туалет. Все тут есть. Пока тут будут делать, я у нас... Ой, ремонт тента даже есть. Потому что тут все и сделаю. Тент заклею. Так. Узово-истово-мойка вот сюда. Блин. Заезд, конечно. Очень интересный. Можно, затем, через 40 метров, поверните на право. Посмотрим, если там ремонт тента не заняты. Есть у них эта штучка. Лента таможенная. Так я здесь и тент. Сразу заклею. Блин, на мойку колейка что ли? Похоже. А сколько у них боксов? Один. Что делать? Ждать, не ждать. Ехать, не ехать. Часа два, наверное, потеряешь на этом. Наверное, у них только одни боксы. Что мне так кажется. Пойду, спрошу. Идем, узнаем. Я спросил, вот коллега Перези стоит, он говорит, это... Моют быстро, говорит, это полчаса. Наверное, постоим, подождем. Потому что если я ее сейчас здесь не помою, я ее нигде не помою. Так мы и будем ездить. Вот чувствую это. Буду тыркаться с мойки на мойку. Если час, ладно, час-полтора потеряем, ничего страшного. Просто даже самому. Некрасиво в таком виде ездить. Так что ждем. Будем мыться здесь. А потом заедем. Тут же прямо спросим про этот... Про... Как его? Ну... Тенты, если свободно, смогут подклеить. Заодно и тент заклеим. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.